Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, я приготовила для вас то, что вы просили, и сегодня мы будем покупать на сайте Darknet мороженое сиреноголового, но не обычного, а дьявольского сиреноголового. Вы представляете, как выглядит сиреноголовый, у которого вместо обычной головы сирены дьявольская сирена? Это просто жесть! Я даже понятия не имею, что это будет, но я это сейчас куплю. В этом конверте у меня 300 штук баксов. 300 баксов, которые я сейчас обменяю на мороженое дьявольского сиреноголового, и мы откроем его в 3 часа ночи. Вы видите, что уже практически ночь, и у нас на дворе ноябрь, но еще совсем нет снега, потому что мы живем, ребята, в Поволжье. Если у вас есть снег, то обязательно пишите об этом в комментариях, а также не забывайте подписываться на мой канал, делайте красную кнопку серой. Ставьте лайки, ведь вы знаете, больше лайков чаще видео со мной снимается моя собака Лаки. Лаки немецкая овчарка, и Лаки чует всякую нечисть, потому что она обучена специально для того, чтобы понимать, где опасность. Потому что собаки, вообще любые животные, они чувствуют нечистую силу, и Лаки одна из них, видите, она черная, как черная кошка у Бабы Яги из наших русских сказок, ребята, или из других тоже сказок. Возможно, там у вас тоже, просто у нас в России так принято, если Баба Яга, у нее обязательно черная кошка, а у меня, ну я не Баба Яга, но у меня черная собака, которая чувствует нечистую силу и помогает мне во всем. В этом конверте 300 штук баксов, и мы сейчас встречаемся с менеджером сайта Даркнет. И так, ребята, прямо сейчас мы отправляемся в место, где мы постоянно обмениваемся с менеджером, то бишь, я ему деньги, то бишь, откуда это выражение, то бишь, ну надо, то есть, я ему деньги, а он мне мороженое дьявола сиреноголову. А черт, у нас такая грязь, просто жесть, ладно, не обращайте внимания на мой внешний вид, потому что мы живем в деревне, а в деревне все так ходят, ребята, так что Лаки, блин, вы живете в деревне, это очень круто, потому что это свежий воздух. Ладно, так, мы уже подходим, и Лаки, Лаки уже знает, она знает, куда идти, она знает, где мы этот заветный конвертик поменяем на вкусняшку, потому что Лаки всегда хочет попробовать мистическое мороженое. Мистическое мороженое Лаки нельзя, ведь она собака, да, Лаки, поэтому, ребята, мы оставляем этот конвертик здесь, и нам обязательно нужно сделать фото того, что мы оставили денежку именно в этом месте, чтобы человек пришел и мог поменять его на мороженку. Итак, ребята, делаем фото, отлично, фото готово, сейчас его отправлю, блин, я вся в предвкушении, все, дело сделано, я просто не знаю, сколько, вы не представляете, сколько на сайте Даркнет модификации. Среди ваших контактов нет никого с именем Дарк. Вот да, ты как всегда права, Сири, да, среди моих контактов нет никого с именем Дарк, потому что он записан как Даркнет, хорошо. Ладно, ребята, вы не представляете, сколько много модификаций сиреноголовых на сайте Даркнет, и там не только мороженое. Как вы думаете, пишите в комментариях, что можно заказать, какой продукт, я не знаю, шоколадку, M&M сиреноголовый, или Скитлс, или, ну, кстати, Хэппи Милов, мы очень много заказывали, мистических, очень много ваших любимых лакомств, но не обычных, а мистических. Мне кажется, это очень здорово, круто и клево. Ну, а мы будем ждать. Вы совсем недолго, а я где-то примерно от 3 до 4 часов, чтобы менеджер смог добраться до этого места и обменять заветный конверт с деньгами на мороженое дьявольского сиреноголового. Ребята, осенний лес настолько стал мрачным. Листья опали, они все лежат на полу сырые, мокрые, мертвые. Листья умерли, они послужат полезной почвой для земли. А у нас с вами, наконец-то, пришло то самое мороженое, которое мы с вами ждали. Пойдемте. Лаки, Лаки, ко мне. Моя молния. Надо было назвать эту собаку не Лаки, а молния. О май гад, о май гад, ребята, это оно, это мороженое. Господи боже, я не могу поверить своим глазам, я никогда в жизни не ела такого мороженого. Посмотрите, здесь голова дьявола и написано ice cream, что в переводе мороженое. Siren Head, то есть сиреноголовый. Дьявол, дьявол, ребята, и мы сейчас его откроем и попробуем, что произойдет, кого мы увидим и что будет. Вы узнаете прямо сейчас. Умница. Итак, ребята, самая интересная загадка в этом видео. Лаки не терпится, но я не дам тебе мороженое. Самая загадка в том, что, ребята, мне сказали, что это мороженое не обязательно есть. Я сейчас все расскажу. Идите сюда. Вы, скорее всего, помните наш мистический дом. И с наступлением темноты он становится все страшнее и страшнее. Да, Лаки? Почему я не решалась ранее снимать свои видео так поздно ночью? Потому что, ребята, реально это стрёмно. А вам не стрёмно по ночам заходить в это место. Сейчас я вам покажу. Дай, Дим. Посмотрите, что происходит здесь. Здесь куча разных мистических существ. Сейчас, возможно, в какой-то из этих кукол до сих пор живет душа, которая играла ранее в эту куклу. Ведь эти куклы очень старые ребята. Возможно, в них играли люди, которых уже нет в живых. И меня просто трясет от того, что я это понимаю. Потому что все эти куклы были найдены в местах, в которых ранее находились какие-то деревни старые-престарые. И я не побоялась их взять и здесь оставить. Просто у себя дома. Это трэш, ребята. В общем, рассказываю историю. Мне на сайте Darknet менеджер рассказал то, что это мороженое не обязательно кушает. Достаточно его открыть и положить на дороге, как дьявольский сиреноголовый поймет, что его здесь ждут и хотят увидеть. Ведь мы хотим его увидеть. Но самое важное, я спросила, хорошо, он придет, и что дальше? Он останется здесь, поймает нас и просто прикончит. Зачем мне это надо? Нет, они сказали, что стоит произнести всего лишь два простых слова, обычных слова. Дьявольский сиреноголовый. Уйди. Так, помните, мы вызывали духов при помощи доски Луиджев. Я такая думаю, так просто, просто слова. Они говорят, мы знаем, что у вас есть доска для вызова духов, ребята. Доска для вызова духов. При помощи нее я смогу отправить этого дьявольского сиреноголового обратно в ад. Но вот загвоздка, да, Лаки? Мы не знаем, где планшетка. Мы не знаем, она где-то здесь. Лаки, ищи планшетку. Сейчас мы ее найдем обязательно. Лаки, ищи планшетку. Ну, господи боже. Есть, я нашла. Отличная старинная планшетка. Она подойдет. И как только мы почуем опасность от этого дьявольского сиреноголового, мы завершим обряд и отправим его обратно. Вот, короче, ребята, все будем делать по инструкции. Открываем мороженое и кладем его. И ждем, пока придет он самый страшный сиреноголовый. А, мне уже не терпится. Так, отлично. Блин, это просто жесть, ребята, посмотрите. Неужели придет такой сиреноголовый с такой дьявольской головой, с таким окровавленным телом? Посмотрите, я не знаю, иногда, когда покупаешь какой-то продукт, картинка не соответствует описанию. Но в данном случае, что-то я сомневаюсь, возможно, будет все гораздо, гораздо страшнее. Короче, ладно, распаковываем. Главное, чтобы Лаки никак не смогла попробовать это мороженое. Оно всегда так запаковано, что его просто невозможно открыть, ребята. Я все время думаю, блин, Ирина, возьми, пожалуйста, ножик или ножницы для того, чтобы спокойно открыть это мороженое. Но я думаю, что сиреног... Черт, Лаки нельзя! Нет, 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 Лаки нельзя! Черт, 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 черт! Черт! Все, я встану на это место. Лаки нельзя! Лаки нельзя, нельзя, девочка моя! А, ребята, посмотрите, что я натворила. Я, короче, так открыла мороженое, просто по-другому я никак не могла. Мне сейчас придется закрыть собаку Лаки. Мне придется закрыть Лаки, моя девочка. Пойдем, пойдем со мной, потому что, не дай бог, она попробует это мороженое. Я не знаю, что может произойти. Пойдем, Лаки, за мной. Не дай бог, нельзя мороженое пробовать, тем более такое мистическое. Идем, девочка моя, идем ко мне. Сейчас мы ее закроем в ангеле, потому что она, кстати, тоже подвергается опасности. В принципе, может быть, она этого и не хочет, но мы услышим, если вдруг она залает, значит, уже пора прощаться с этим дьявольским сиреноголовым. Прости, девочка моя, тебе придется подождать. Это опасно. Опасно, моя хорошая. Погнали скорее на дорогу его опускать. Лаки бьется, но не лает. Если она, ребята, залает... Черт, уже, а? Походу, как только мы его открыли, этот дьявольский сиреноголовый уже... Блин, она переживает. Но это все, Лаки, ради подписчиков, ради того, чтобы им было интересно, ради того, чтобы они смогли увидеть это чудовище. Итак, ребята, мы кладем здесь, на дороге, это мороженое. Погнали, Дима, спрячемся в нашем доме мистики. Черт. Придет? Походу. Да, походу. Сейчас. Ждем, ждем. Ждем здесь. Черт, ты слышишь это? Дим, ты слышишь сирену? Вот черт, это сирена со звуками ада. Ребята, вы слышите, это сирена со звуками ада. Вот черт, я иногда рассказываю. Что это было? Я вам однажды как-то рассказывала про яму, которую выкопали на тысячи-тысячи метров глубины и услышали там звуки ада. Это видео есть на моем канале Ирина Ясинская на русском языке. Там я рассказывала эти страшилки. Черт, он идет. Ребята, вы это видите? Господи, какой кошмар. Реально у него башка дьявола, еще и сирены торчат. Господи, какой это ужас. Обалдеть просто. Я в шоке, ребята. Слышите, лаки лают. Ребята, короче, походу. Черт, 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 он идет на нас. Черт, ребята, пора заканчивать. Дьявольский сиреноголовый, покинь это место. Дьявольский сиреноголовый, покинь это место. Дьявольский сиреноголовый, покинь это место. Вы видели, как он рухнул? Вы видели, как он рухнул на землю? Черт, ребята, он просто упал и растворился. Я просто в шоке. Он невероятно страшный Вы видели его окровавленное тело И его голову дьявола Лаки, все хорошо, все нормально, успокойся Мы отправили его обратно, откуда он пришел Это просто жесть, ребят Я надеюсь, что вам понравилось Нам уже пора заканчивать это видео Потому что это просто жесть Непереносимая мистика Самые страшные моменты, которые сегодня происходили Повергли меня в шок И надеюсь, и вас тоже Поэтому вы поставите лайк И увидимся совсем скоро в новых видео Каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье Всем пока!